Вот и утро наступило. Сейчас бабушка позовет завтракать. Подкреплюсь-ка я до этого своими собственными запасами. А завтрак есть не стану. Наверняка опять овсянку даст. Вот это у меня тут склад образовался. Целый магазин со сладостями можно открыть. Ну что же тут поделаешь? Я знаю, что сладкого много вредно есть. Но я просто не могу себе в этом отказать. Хорошо, что мама и папа ставили мне карманные деньги. А то пришлось бы опять питаться бабушкиными харчами. Главное, чтобы бабушка об этом не узнала. А то рассердится, наверное. Опять овсянка? Что бы я все съел? Иначе не пойдешь гулять. Ладно. Куда? А руки кто мыть будет? Уже бегу. Конфетка? А с ней записка. Это тебе после того, как съешь завтрак. И что это на бабушку нашло? Ведь она никогда не давала мне конфет. Так. А теперь пора избавиться от овсянки. Как всегда. Ведь я и так уже сыт. Отличное место. Сюда бабушка никогда не заглядывает. Спасибо, бабуль, за завтрак. Было очень вкусно. Твоя овсянка самая лучшая в мире. На здоровье. И спасибо тебе за конфетку. Но я мятное не ем. Поэтому положил ее к себе в шкаф. Ты в следующий раз давай мне, к примеру, со вкусом апельсина, киви или лимона. Я кисленько люблю. Что? Какую еще конфетку? Я ничего тебе не давала. Да? А я подумал, это ты. Так, говоришь, шкаф положил. Сейчас посмотрим, что за конфетки там кто-то раздает против моей воли. Я же говорила ей не давать мальчику сладкое. О, нет. Бабуль, только не заглядывай туда. Я там давно не прибирался. Тебе не понравится то, что ты увидишь. Ну, все. Я попал. Ах, так. Значит, моя сестра тебя решила откормить конфетами. Ну, я ей покажу. Ой, она думает, что эта добрая бабушка дала мне все эти конфеты. Теперь ей попадет за это. Нужно все-таки сказать, что это мои конфеты. И наверняка за чистосердечное признание она простит меня. Бабуля, бабуль, а я хочу тебе кое-что сказать. Я ей этого никогда не прощу. Я такого никогда никому не прощу. Ух, как я зла. Ух, как я зла. Что ты хотел сказать, Балди? Эээ, я... Я хотел сказать... Я не люблю конфеты. Смотри мне. Увижу, что ты их кушаешь. Накажу. А сейчас я пойду наказывать свою сестру. Ну, почему ты так ее не любишь? Потому что она плохая. И все делает для того, чтобы подпортить тебе здоровье. А мне настроение. Но она не похожа на злую бабушку. Скорее, это ты злая. Что? Ах так, выгораживаешь ее. Ну, значит, сам иди к ней и заставь ее покинуть этот дом. Навсегда! Нет, я не буду этого делать. Не будешь? Тогда я и тебя накажу. Запру тебя на всю ночь на чердаке, где живет мой паук-питомец. Ладно, ладно. Уже иду. Вот это я влип. Теперь придется собственными руками выгонять добрую бабушку. Причем из-за своего же вранья. Ну, не мог я признаться. Она бы меня никогда за это не простила. А может, добрая бабушка действительно плохая? Может, она действительно желает мне зла и подсовывает мне конфетки в надежде, чтобы я остался когда-нибудь без зубов? Если это так... Тогда она действительно заслуживает наказания. Если смогу найти этому подтверждение, то тогда меня не будет мучить совесть за то, что я выгоню ее из дома. Привет, бабуля! Ой, Балди! Какими судьбами? Ты так давно ко мне не заходил? Да вот, решил навестить тебя, узнать, как у тебя дела, чем занимаешься. Дела? Какие у меня дела, внучок, могут быть в моем-то возрасте? Лежу на диване целыми днями, досмотрю телевизор. Ага, уже хитрит. И ни слова о том, что конфетки мне подбрасывала. Ну, а здоровье твое как, бабуль? А здоровье совсем плохое, внучок. Радикулит проклятый замучил. Уж совсем тяжко стало. Дальше своей комнатой ходить не могу. Ага. Нажалось, Давид. Чтобы не выгнали. Значит, чувствует свою вину. Но сейчас я ее разоблачу. Ой, бабуль, что-то кушать неохота. А нет ли у тебя чего-нибудь вкусненького? Да, внучок. Сейчас принесу. Я мигом. Садись за стол. Уже бегу. Сразу силы появились. Сейчас наверняка что-то вредное принесет для моего здоровья. Угробить меня хочет. Старается. Вот, Балди. Поешь. Борщика домашнего со сметанкой. Хм, странно. Пока не в чем ее обвинить. Спасибо, бабуль. Было вкусно. На здоровье, внучок. А за то, что ты все съел, вот тебе конфетка. Ага. Попалась. Опять конфетку мне подсунула. Хочешь, чтобы зубы у меня поскорее испортились, да? Руки не отправила меня мыть перед едой. Хочешь, чтобы я заболел дизентерией? Говоришь, больна? Ходить не можешь. Но как только поняла, что сможешь подсунуть конфетку, так сразу побежала. Ну ничего, ты заплатишь за свое злодейство. Меня прислала сюда бабушка, чтобы изгнать тебя из этого дома. За то, что ты намеренно хочешь загубить мое здоровье. Я сначала сомневался, что ты можешь быть такой плохой. Но теперь я убедился, что это действительно так. Так, уходи отсюда и никогда не возвращайся. Да, видно такова моя судьба. Быть в изгнании. Сначала меня сестра держала в заточении в этой комнате. А теперь и вовсе выгоняет из дома. Ну что же. Прощай, Балди. Раз уж и ты отвернулся от меня, то мне тут делать нечего. Не нужно было вредительством заниматься. Но разве я виновата, что я так люблю тебя? Так люблю, что во мне сразу находятся силы и здоровье, чтобы заботиться о тебе. Разве я виновата, что у меня воды нет в кране, поэтому и не отправила тебя мыть руки. А конфетку дала после еды. Ну потому что так же делала моя бабушка. Так я воспитана. Значит, ты не хотела навредить мне? Нет, конечно, дорогой. Я вот только не понимаю свою злую сестру. Чего она так взялась на меня из-за одной только конфетки, которую я тебе подложила? Наверное, я должен признаться тебе, бабуль. Злая бабушка нашла у меня в шкафу мои конфеты, которые я купил на карманы деньги. И сразу решила, что это ты мне их дала. Но она так разозлилась, что я побоялся ей сказать правду. Вот беда. Что ж делать теперь, внучок? Может, все-таки признаешься? Нет, что ты. Она никогда мне этого не простит. Но я не хочу, чтобы ты из-за меня уходила. А знаешь что? Давай я подстрою так, чтобы злая бабушка простила тебя. А может, лучше признаться, деточка? Ведь врать-то нехорошо. Нет. Все будет в порядке, вот видишь. Я все продумал. Балди? Где моя сестра? Почему она не выходит? Я же просила тебя. Бабушка. Она отправила меня почистить зубы. После того, как накормила салатом из овощей. Вот видишь, это же очень полезно. И еще попросила сделать зарядку. На свежем воздухе, вот как. Но только через часик после приема пищи. Так что видишь, она заботится о моем здоровье. Как и ты. Ее вовсе не нужно выгонять. Ее уже ничто не спасет. Она сделала достаточно, чтобы я ее никогда не простила. У нас с ней был уговор насчет сладостей. И она его нарушила. Так. Где моя бита? Раз ты не справился, я сама пойду и выгоню ее. Бабушка, стой. Я должен тебе признаться. Это были мои конфеты в шкафу. Я сам их купил в магазине. Родители оставили мне денег. Я просто боялся признаться тебе. Думал, что ты меня никогда не простишь за это. Ах, это ты. Ну ладно. Тогда пусть сестра остается. А что будет со мной? Ты меня накажешь? Я тебя прощаю. Но, чтобы это было в последний раз. Когда ты меня обманул. Хорошо, бабуль. Ой. Свет погас. Ничего страшного. Сейчас схожу в электрощитовую. И перезапущу рубильник. Свет будет. Ой. А может лучше я это сделаю? А ты посиди и отдохни. Нет. Электричество детям не игрушка. Ну все. Теперь я точно попал. Балди. Ах, ты негодный мальчишка. Я тебя за это никогда не прощу. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Кэти Лав, привет. Алиса, Алиса, привет. Бэкплей, привет. Марсик 007, привет. Канал Модератор Про, привет. Хабиб Нурмагомедов, привет. Милена Фанакина, привет. Вика Кот, привет. Искра Милаша, привет. Аля Ахмедова, привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Передавайте приветы в комментариях. И делитесь с друзьями в соцсетях. Ну а на этом у меня все. Всем пока.